Приветствую вас и складывается впечатление, что в добродушении всей своей жизни вы очень много терпите негатива для своих мужчин. То есть вот сначала ваш муж, а потом другой мужчина, все они как-то вас унижали, все они как-то вас необоснованно принижали и так далее. И вы знаете, вот этот момент, он на самом деле определяющий, потому что для ваших детей и для вас будет лучше, если вы начнете думать в первую очередь о себе, о том, что лучше вам, не для своих мужчин, да, будете думать, как кому сделать лучше, а именно для себя. И реализовываться самостоятельно, то есть направлять свои силы, свою энергию на то, чтобы делать то, что интересно, то, что выиграно, то, что правильно именно для вас, а не для кого-то еще. Почему? Потому что, во-первых, таким образом вы поправите свою самооценку, вы начнете больше быть увереннее в себе, вы станете сами счастливее и детей своих тоже сделаете счастливыми, потому что они не могут быть счастливы, пока не счастливы их вам. Собственно говоря, если ваш мужчина, которым вы сейчас живете, злоупотребляет алкоголем, то нужно достаточно жестко себя вести и сказать ему о том, что если он не перестанет пить, то вы от него уйдете. Либо он, значит, перестанет это делать, и если потребуется, то начинает лечиться, либо, значит, вы уходите. Идти на то, куда угодно, либо только не быть с ним и не испытывать постоянное давление, тем более, что вы ссоритесь с мамой, с его, как я понял. Дальше, что касается вашего мужа, то муж, с мужем нужно, как бы, прояснить ситуацию, понять, для чего он приезжает, что он хочет, как он к вам относится, и если он пересмотрел свое отношение к вам, поведение, понял, что важно дать, то можно посмотреть вариант с ним вновь соединить, но только при условии, если он будет относиться к вам иначе, бережнее и так далее. Только так, в противном случае, ситуация вернется, как она была, и вы от этого не получите никакого абсолютно прогресса и удовлетворения. На этом, наверное, все, потому что, ну, некоторые вещи непонятны, например, почему мужчина не женатый, не может жениться, а как ваш муж приезжает к вам, куда он приезжает, если вы к другим мужчинам уже живете, как мужчина относится к этому? Почему вы не можете, брата, приехать к вашей родне, и почему вы обращаете внимание на вашу родню, думаете, что их мнение, оглядывается на их мнение? Все эти вещи достаточно не ясны, но если вы хотите прояснить ситуацию, хотите до конца мне разобраться, то можно обратиться ко мне в личку, я вам в порядке помогу. Если вам много понравился ответ, пожалуйста, делайте его лучшим, буду благодарен.